Вот там, где мелкие детали, это и самое сложное. Лицо, вот видите, какие мелкие детальки. Победитель конкурса творческих работ Наталья Татаринцева рассказывает о своей работе. Скульптура «Родина-мать» в миниатюре выполнена педагогом на занятиях по 3D-моделированию. Над объемной моделью пришлось трудиться несколько недель. Техника необычная, поэтому Наталья верила в свою победу. Надеялись, потому что все-таки работы оригинальные и необычные. Я говорю, это пока новая еще такая техника. И не каждый ей владеет и использует свои практики, а вот у нас такая фишка. Всего на творческий конкурс, посвященный 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, подано более тысячи заявок. Конкурс проводился в два этапа – муниципальный и региональный. Работы принимались по трем номинациям. Куйбышев – запасная столица, военный парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Участников разделили на несколько возрастных групп. Конкурс комиссии, как всегда, был очень сложно, когда что-то ребенок делает, делает это искренне. Это всегда талантливо, это всегда несет очень добрую энергию. Важно видеть, как сегодняшняя молодежь, как сегодняшние дети, а у нас было три возрастных номинации, как они сегодня это видят, как вот эта история преломляется в их головках, в их сердцах. Победителями конкурса в этом году стали 19 человек. Все они получили дипломы и памятные подарки. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.